Доброго времени суток, мои дорогие, любимые подписчики и гости моего канала Истина Таро. Вас приветствую я, Катерина. Сегодня мы проведем общий таро-расклад для мужчин на тему. Она думает о встрече с вами. Будет ли это? Посмотрим, какая женщина думает о вас. Кто вами интересуется? Будет ли с ней встреча? А вообще посмотрим, кто она такая вообще? И какие чувства к вам испытывает? Никого здесь не загадывайте, настраивайтесь только на себя. Вдох-выдох, все лишние мысли, проблемы в сторону, настраивайтесь только на расклад. Итак, начинаем смотреть, какая женщина о вас думает. Дорогие мои, прежде всего хочу поблагодарить вас за лайки, за комментарии, которые вы пишете. Каждый комментарий для меня очень ценен и важен. Каждый комментарий я читаю. Благодарю вас за подписку на канал. И надеюсь, что после просмотра данного таро-расклада вы подпишетесь на канал, чтобы не пропустить все дальнейшие новые ролики. Итак, какая женщина у вас, какая женщина приходит сейчас на расклад? Ну, знаете, вот у кого-то карты сразу показывают двух женщин. Одну женщину из прошлого, а вторую ту, которая идет со светлой душой, какими-то искренними чувствами. И на которую, если вы переключитесь, ваша жизнь кардинально поменяется. То есть, каким образом поменяется? Да, вот уйдут боль, обиды, разочарования, страдания, которые вот у вас на данный момент есть, либо же вот тянутся еще из прошлого. Высшие силы вам как намекают те, кто страдает под своей бывшей, у которой, кстати, вы, возможно, сейчас можете находиться в блоках, она не выходит на связь, там, либо же холодная, закрытая в вашу сторону. Особенно, если там были какие-то измены, то стоит обратить внимание на женщину, которая у кого-то уже есть рядом, не у всех, но у кого-то из вас, кто-то уже узнал свою ситуацию, свою историю, у кого-то есть эта женщина рядом уже, но вы ее не рассматриваете. Либо, ну, как-то вот можете с ней общаться, но вот все равно как будто бы, ну, не мое, не то. Либо же то, что вам высшие силы показывают. Если вы не рассматриваете вот эту женщину, которая уже есть рядом, здесь нужно подумать о будущих новых отношениях, потому что уже много какой-то сейчас идет неясности. Неясности, боли, переживания из-за бывшей, которая нам в данный момент вас, вот именно вас, очень сильно поменяла. И ради этой женщины, да, бывшей своей, вы очень много вложились, вложились душевно. Ну, а кто-то еще и материально вкладывался, может, и до сих пор там, может, и деньги отправлять ей, либо что-то как-то вот помогать где-то в чем-то, но при этом при всем, вот как закрытую дверь можете стучаться. Ну, вот что карты вам говорят? Вот хватит страдать ее и ждать. Переключитесь, наконец-то, на себя, на свою жизнь. Вот то, чего вы хотите, вот то вы должны получить. А вот не просто так, что, да, давай кому-то свои ресурсы, а взамен ничего не получай. Должен быть всегда взаимный энергообмен. Если вы куда-то вкладываетесь, во что-то вкладываетесь, вы должны получать что-то взамен. Карты показывают о том, что многие из вас не хотят новую женщину, а страдают вот именно по бывшей, которая не делает никаких шагов в вашу сторону. Хотя вы для нее очень многое сделали. Ну, опять же повторюсь, а кто-то и до сих пор может в нее вкладываться. Вот в том числе и там деньги ей отправлять, подарки, да здесь все что угодно. Как-то вот помогать, подбадривать ее, либо просто вот ждать. А взамен ничего от нее не получаете. Поэтому задумайтесь, готовы вы и дальше так жить, либо вы готовы присмотреться уже наконец-то к чему-то новому и попробовать все с чистого листа. Сдайте себе сами вопрос, долго ли вы будете так страдать, долго ли вы готовы так мучиться. Ой, ну, у кого-то это возможно новое знакомство, либо встреча с женщиной, которая уже есть у вас под боком. У большинства на расклад, опять же расклад общий, поэтому здесь вот как бы у многих проигрываться, пришла бывшая женщина, с которой в прошлом было взаимодействие. Которая на некоторых из вас, кстати, делала магическое воздействие. И какое-то время вы были под ее этим воздействием энергии, от этой женщины. Опять же, да, вот вы спросите, для чего это? А для того, чтобы вы были под ее контролем. Она вами очень сильно манипулировала. В чем-то сильно упрекала. Но вы как будто не могли от нее отойти и были рядом с ней. Даже до сих пор вы толком не можете отойти. Даже до сих пор не можете поставить вот эту жирную точку между вами. Как будто бы вот все равно тянет они. Мысли, мысли, мысли постоянно в голову лезут. Вот вы как будто бы даже можете здесь и не понимать, вот чем же таким она здесь вас могла все-таки зацепить. Да, вот то, что вы от нее так вот и отделаться не можете. И чем она вас таким привлекает? У нее в жизни сейчас идет какое-то затишье, ступор. И она как будто начала понимать, что вы вышли из-под ее влияния, из-под ее воздействия. То есть, если вы раньше могли там ей выписывать, вызванивать, отправлять деньги, тогда там много людей смотрит, поэтому у каждого своя история будет. Там пытаться как-то добиваться ее взаимодействия, там пытаться через друзей, родственников там с ней пообщаться. То есть, сейчас как будто бы вы перестали это все делать. Уже как будто бы, знаете, забили вот так вот рукой, и все, ну что я уже тут сделаю? И она как будто бы начала задумываться о том, что вы вышли однозначно из-под ее контроля. Ну, понимая, что вы больше не ведетесь на ее какие-то манипуляции, что ей сложно продолжать держать вас на расстоянии и манипулировать вами. Вот, знаете, как будто она не имеет каких-то возможностей. Между вами сейчас однозначно идет какое-то затишье, такая вот пауза, понимаете, при которой вот она не может это все контролировать. И она начала думать о вас, вот вынашивать в голове какой-то план. Ей нужно каким-то образом не просто вас удержать и держать сейчас, а еще и поставить вашу жизнь на паузу, чтобы у вас жизнь не развивалась, а вы были как будто бы, знаете, постоянно в ожидании ее. Чтобы она в любой момент, когда ей будет плохо, когда ей будет удобно, могла вернуться к вам. Ситуация, когда, знаете, она не хочет, чтобы вы свою жизнь каким-то образом строили. Да, она может быть холодной, отстраненной, вас в блоки как-то вот закидывать и все остальное. Но при этом, при всем, она не хочет допускать мысли, что вы можете строить свою жизнь с кем-то еще. Что вы могли на кого-то переключиться и больше не страдаете о ней и не переживаете. Вот напишите в комментариях, что это за женщина и в чем она имеет на вас такое влияние. Давайте посмотрим, что нужно этой женщине от вас. Дорогие мои, напоминаю вам о том, что данный второй расклад общий. Для записи на персональный второй расклад, пожалуйста, пишите вайбер, телеграм, ватсап по номеру телефона, который указан здесь под видео. На телефонные звонки я отвечаю только по предварительной договоренности и только в оговоренное время. Поэтому, кому нужен персональный расклад, пожалуйста, пишите вайбер, телеграм, ватсап. Под видео указан номер. Персональный второй расклад платный и длится он в течение определенного времени, где вы можете задавать свои интересующие вопросы, получать в конце ответы на них. и персональный свет-карт для вас от высших сил. Так, что нужно этой женщине от вас, да? Но эта история однозначно из прошлого. В чем-то вы очень сильно задели ее корону. Она во всем делает вас крайним и виноватым в том, что у нее в жизни ничего не получается, что в ее жизни один какой-то негатив, что, возможно, она в чем-то не преуспела. Вот почему-то крайне виноваты здесь вы. Напишите в комментариях, у кого проигрывается такая история, что вы для женщины все старались, все делали, а в итоге стали крайним и виноватым. Ну, вот знаете, в чем она еще, да? Она во всем делает вас крайним, во всем делает виноватым, что у нее в жизни вот ничего не получается, что в жизни идет какой-то негатив, что вот просто какие-то сложности, какие-то проблемы. Как бы это ни было бы сложно и тяжело, старайтесь пока и сами ограничивать с ней какое-либо взаимодействие, пересечение, да, там вот все возможные вот эти вот точки соприкосновения, старайтесь пока обходить. Если хоть какое-то общение с ней есть, не входите с ней в конфликты, не пытайтесь с ней что-то выяснять, оправдываться, что-то доказывать. Вы понимаете, что с ее стороны, в вашу сторону, идет какая-то несправедливость. Вот, но при этом не зацикливайтесь сейчас на этом, но не трогайте ее, попробуйте немножечко отойти от нее, даже если вы будете писать о том, что вы в блоках, что она не хочет общаться, холодная, отстраненная, просто пытайтесь эти мысли гнать от себя, вот пытайтесь о ней не думать, не подпитывайте ее энергетически, чтобы она не чувствовала от вас вот эту вот связь. Связь именно в том, что вы страдаете, перерываете, еще до конца не отпустили ее. Она в чем-то однозначно винит вас, хотя вы здесь ни в чем не виноваты, но она вам это может даже внушать, перекладывая всю ответственность на вас. Ей нужно, чтобы вы ее ждали, чтобы, вы знаете, ну каким образом, да, вот когда она сделает вас крайним и виноватым, чтобы вы испытывали вот это вот чувство вины и при этом, при всем, ждали только ее, как бы, чтобы вам совесть даже не позволила идти в другие отношения. Ну, чтобы вы не двигались дальше и ждали только ее, вот поставив свою жизнь, опять же, на паузу. Ну, давайте все-таки посмотрим, что это за женщина здесь выходит, кто же это такая здесь идет. Ну, у кого-то из вас эта женщина прямо рядом. У вас было с ней какое-то общение, но как-то дальше общение здесь ни к чему не приходит, да, эта женщина, которая о вас думает. Вас с кем-то эта женщина обсуждает. У многих эта женщина проигрывается как моложе вас, у некоторых все-таки вот идет как какое-то такое вот общение, как какое-то вот поверхностное отношение, но при этом при всем приходит группа еще людей, на расклад пришла, да, у которых все-таки женщиной были отношения, было взаимодействие и проходит как будто бы как семья, семья именно в прошлом. Либо какая-то вот стабильность, либо вы все делали для женщины, вот как-то это все должно было уже перейти на какой-то вот больший этап, новый уровень. Большинство проигрывается, что эта женщина моложе вас. Очень она сейчас уязвимая, ведомая. Что-то у вас не дальше продвинуться не может. Вы просто вот видите, что это как на паузе на какой-то такой находится. У кого-то вот женщина под боком, то, что я говорила, вот вторая, которая проигрывается, она как будто делает шаги в вашу сторону, но вы ничего не делаете к ней. Вы как этого не хотите. Вы держите ее как подружку, что ли, либо просто как для общения. Общение, встречи у вас с этой женщиной будут. Попробуйте к ней присмотреться по-другому. Это для тех, у кого уже под боком женщина здесь есть. Попробуйте на нее посмотреть с другой стороны. Не придирайтесь за какие-то качества в ней. Те из вас, у кого душа не лежит к этой женщине, либо вы не знаете такую женщину. У вас в коре возможны новые отношения. Причем очень скоро. Давайте посмотрим совет карт для вас от высших сил. Совет карт для вас от высших сил. Здесь однозначно, друзья, у вас идет и бывшая женщина, и женщина, которая, знаете, вот три женщины, да, вот как бы расклад общий, поэтому проигрывается несколько здесь. Бывшая женщина, женщина, которая у кого-то уже под боком, рядом, рядышком есть. И те, у кого все-таки, если вы не знаете такую женщину, и женщины такой рядом под боком нет, это однозначно новые отношения идут. Совет карт вам. Не нужно закрываться, не нужно огораживаться от всех. Посмотрите по сторонам и уделите время на себя любимого. Не зацикливайтесь на своих страхах, на своих переживаниях, на своей боли. Итак, дорогие мои, жду ваши комментарии, срезонировал ли вам данный второй расклад, что вы думаете по этому поводу, какую именно женщину вы хотите, бывшую, та, которая есть у вас под боком, это для тех, кто понимает, о чем идет речь, либо новые отношения. И жду ваши лайки, комментарии, и надеюсь, что после просмотра данного второй расклада вы подпишитесь на канал, чтобы не пропустить все новые ролики. С вами была я, Катерина. Пока-пока.